Библейский портал экзегет.ру представляет 32 глава книги Иисуса Сына Сирахова. У нас тут мозаика такая вот житейская, что такое хорошо, что такое плохо. Она продолжается, я читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. 31 глава закончилась темой винопития. Пить вино — это здорово, но надо в меру. И вообще на Перу, если слишком много пить вина, то дело кончится плохо. Но только не надо контролировать других, а себя лучше контролировать. Это краткое содержание конца 31 главы. Да, но не контролируй, если ты просто на соседа смотришь. А если ты распорядитель, тамада, как на Кавказе, до сих пор это бывает на свадьбах. Если поставили тебя старшим на Перу, распорядитель пира, да, архитриклин в Евангелии. Не возносись, будь между другими, как один из них. Позаботься о них, а потом садись. И когда все твое дело исполнишь, тогда займи твое место, чтобы порадоваться на них и за хорошее распоряжение получить венок. Уже такой вот вполне греческий обычай. Венки — это такая награда формальная, как на Олимпийских играх, или неформальная на пирушке. Кто-то, значит, занимается столом, его потом увенчали, сказали, как ты здорово все приготовил, как хорошо вел наш вечер. Разговор ведет ты, старший, ибо это прилично тебе, с основательным знанием и не в избране музыки. Он же распорядитель, он тамада, он руководит. Это очень серьезно там было. Не просто каждый, что хотел, галдели все подряд. Когда слушают, не размножай разговоры и безвременно не мудрствуй. То есть не надо слишком много говорить. И вот пир — это такое легкое время. Не надо там особо напрягать людей. Что рубиновая печать в золотом украшении, то благозвучие музыки в перу за вином, что сморагдовая печать в золотой оправе, то приятность песни за вкусным вином. Эх, прям захотелось. Говори, юноша, если нужно тебе, и два слова два, когда будешь спрошен. А это юноша на перу, да? То есть слушай старших. Тут уже вся такая книга, она очень патриархальная. Говори главное, многое в немногих словах. Как мне нравится. Говори главное, многое в немногих словах. Вообще, это прекрасный принцип. Будь как знающий, и вместе как умеющий молчать. Тоже прекрасный принцип. Как знающий и умеющий молчать. Потому что очень часто умеющий говорить, но ничего не знающий. Среди вельмош не равняйся с ними. И когда говорит другой, ты много не говори. Знай свое место, грубо говоря, юноша. Грома предшествует молния, а стыдливого предваряет благорасположение. То есть, когда человек стыдливый, вот образ стыдливого юноши, да, говорит многое в немногих словах и вообще предпочитает молчать. К нему относятся хорошо. Он только появился, а уже вызвал расположение к себе. Вставай вовремя, не будь последним. Вставай, в смысле, с пира, уходя. А поспешай домой и не останавливайся. Ну, то есть, всякая пирушка должна заканчиваться вовремя. И не уходи с него последним. Там забавляйся и делай, что тебе нравится, но не согрешай гордым словом. Дома ты можешь, конечно, забавляться и делать, что тебе нравится. То есть, напируйте себя прилично. Дома, конечно, можешь расслабиться маленечко, но не согрешай гордым словом. Даже дома ты перед глазами Бога. Как про пир хорошо. Прямо вот так и видишь этого Иисуса, сына Сирахова на пирах. Ему это дело нравится явно. И за это благословляйся творившего тебя и насыщающего тебя своими благами. Да, и до сих пор за едой молятся благодаря Бога. Боящийся Господа примет наставление. С раннего утра обращающиеся к нему приобретут благоволение его. Невзирая на то, что вчера пировали, хочется добавить. Да, вот это не должно мешать. Ищущие закона насытятся им, а лицемер приткнется в нем. Сразу про закон. Боящиеся Господа найдут суд, и как свет вас жгут правосудие. И про суд. То есть пир пиром, но это все не отменяет того, что вообще происходит с человеком. Закон и суд, все то, что верующий человек чувствует над собой. Человек грешный уклоняется от обличения и находит извинения согласно желанию своему. Ну вот да, можно выскользнуть как бы из этого. Человек рассудительный не пренебрегает размышлением, а безрассудный и гордый не содрогается от страха и после того, как сделал что-то без размышления. То есть все мы иногда делаем глупости. Только рассудительный подумает как следует, а безрассудный и гордый вообще даже не обратит внимания. Без рассуждений не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся. В каком смысле? Наверное, это предложение не рефлектировать слишком много, потому что бывает человек думает, ой, вот это я сделал не так, вот то не так. Да, мы многое делаем не так. Ничего страшного. Не ходи по пути, где развалины, чтобы не споткнуться о камень. В каком смысле? Ну, заброшенный дом, да, подростки обожают по ним лазить, но там очень легко повредить себя, потому что им обычно не разрешают, да, они не слушают запретов. В прямом смысле слова? Я думаю, не только. То есть вот там, где руины, там, где вот эти правила благоразумия не соблюдаются, где все рухнуло, пало, там с высокой долей вероятности ты споткнешься и упадешь. Вот жизнь, где идет, как бы в виде руин, там вот лучше тебе не появляться. Не полагайся и на ровный путь, остерегайся даже детей твоих. Во всяком деле, верь в душе твоей, это и есть соблюдение заповедей. То есть совесть твоя подскажет. Ровный путь. Вот иногда кажется, что все хорошо, будь осмотрителен, твоя совесть тебе подскажет. Даже дети могут быть неправы. Верующий закону внимателен к заповедям, и надеющийся на Господа не потерпит вреда. А это как такой вывод. Будь внимателен, понятно, что не обойдется без ошибок, опасностей, так не бывает, чтобы все было всегда гладко. Но надеющийся на Господа не потерпит вреда. Что такое надежда на Господа? Я не знаю как. Я не уверен, что смогу, Господи. Но ты, наверное, с этим справишься. Я прошу тебя мне помочь.